и снова всем привет мы продолжаем медведя сегодня третий эпизод я пропустил ранее во первых потому что там было 124768 почему-то разрешение точно так вот квадратом дурацким и на английском соответственно если зашел в ранее еще раз и там все равно все эти ставочки на английском да и принципе вы только что посмотрели я думаю прошлую часть поэтому вы знаете что было и примерно как выглядит ранее мы смотрели во втором эпизоде так что я думает там и в этот раз пропустим давай свет такой из-под низу из канализации ниндзя тут ты 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 здесь мы по-моему этого красного встретили тигрен почему-то тут все обвалилась красный чувак его нашел каша кто-то тут что искал надеюсь у тигрен все хорошо лишь еще и без этой выиграем товарища пиццарский армейский нож и все в этот раз у нас отняли этот самый меч если бы эта комната была нарисована на экране коробка на экране коробкой и кто-то в небо заглянул стрелка казалось бы прямо на юго-востоке странно что-то ты как-то загнул и ничего не понял это не буата гауда а почему она дала быть гауда как думаешь дождь пойдет это ой да ты это нас киданул немного по ней тиньс пор длинные строконечные предметы и что-то там пожалуй на полу она будет выглядеть лучше да давай рукой не дотянуться нужно что-то подлиннее ну это понятно что эти зонтиком о боже да и он и сайт гуд бай на братой стороне картин нарисована какая-то схема вот как раз коробка была бы она указывает на юг это вверх угол какой-то веке поставили правильно кавычки здесь я совершенно не случайно кавычки не пришли какая-то сначала сразу закрытая на ней какая-то панель интересно что за ней нижняя доска она повернута влево на ней ничего нет на ней ничего не написано но она указывает право пожалуй стоит придать либо вски что он здесь опять к либо вски отсылочки тебе здесь не по себе да и лампочки стрелка стрелка коробка чё еще тут есть выйти кстати отсюда не могу паутина не собираюсь трогать это это знакомил а сам мил ты не голода может ты отрежешь эту татья знает я не удивлюсь глаза тебе тоже не нужны так а тут больше особо-то ничего потому что поранится например я она ветка кавычка так вот что ну давай и зонтом как ты зонтом собираешься раниться то так вот еще милит уж это такие себе за так так себе занавески поэтому ну и тут только выйти может быть кто-нибудь где-нибудь вырезать блин не успели мы начать а я уже в затыке тут как бы больше особо-то и ничего хорошо дайте подумаю какая-то панель есть на двери она про нее говорила макс иксом теннис паханье тэр симс тебе и механизм кашты какой-то механизм открывания двери ну а теперь эта схема видимо и нужно ну хорошо дай к еще раз ада глянем как бы ик тык тык она так делает в смысле как или это прям направление вверх туда вниз туда и потом вниз а можно мне сбросить но тип отсюда туда туда и вниз и чем мне сейчас не до конца пойму какая логика там раз два три 4 5 и 3 остаются если три остаются ну давайте туда и зажжем даже если и по на указывает стрелка туда то есть вот сюда да в принципе так и должно лежать если честно не до конца врублюсь раз два три 4 5 видимо как-то так счет если честно и пока не догоню или вот это вот как-то нарисовать и по вот туда туда так ну я прям даже посмотрел это я ни хрена не понял чего не хотят очень прям поверхностно я понял как-то это вот так потом вот так потом как сейчас секунду а вот хрен там да что ты там еще прочитал где-то что там она стрелка генерится случайно но я прям что-то не заметил этого она и схема такая же абсолютно я может чего-то блин опять не загоняю но это что-то какая-то тупость у них обязанность хотя бы одну тупую головоломку суд нелогичный так но но так и выглядит абсолютно также рисунок я ни хера не понял юго-восток запад восток потом так куда направлена стрелка а потом наверх я не понял эту головоломку абсолютно откуда куда что я бросил ее там на старом скрипучем пирсе это был скорее порыв чем решение я шел медленно и ждал что она обернется накричит на меня чтобы я вернулся что угодно но нет так она просила я следовал этого следовал этого ждать она очень упрямая сложная Томас я вижу твои черты в ее глазах тот же взгляд тот же огонек когда зовет приключение но обычно она марширует под ринг какого-то совсем другого барабанщика я его больше не слышу я дал тебе обещание когда она родилась обещание и старость плохо совместимы она постоянно ввлекает меня в какие-то трудности и мне уже непросто с ними справляться с тобой было проще мы думали что и впрямь можем что-то изменить ты да я помнишь мы думали что можем вместе вычистить эту помойку но потом ты изменился ты вырос это случилось так быстро когда я смотрел на эмбер она казалось что прекрасно справится и сама и тут просто и тут просто за компанию я не обвиняю тебя тебе это и в голову не приходило даже когда мою дверь постучал маргарет и я увидел ее глупый взгляд я знал я знал что наше время идет к концу я смотрел как вы оба взрослете и становитесь лучшими друзьями я был на твоей свадьбе парень я помню как год спустя ты пришел домой с сыном ты был так горд и был так счастлив я был так счастлив за тебя несколько лет появилась эмбер и я почувствовал что вместе с ней появилось множество проблем в самом начале появление дурной новости когда вспотела меня в первый раз у меня вылетел глаз но она смеялась ей было смешно пожалуй мне было тоже смешно ох подумал я тогда нам никогда уже не ужиться но мы вроде как ужились в каком-то смысле я восхищаюсь для нее все становилось новым и интересным она отнимала жизнь обеими руками пока вот той не отлетит глаз обнимает как говорит король девочка не просто девочка ты заставил меня пообещать что я всегда буду оберегать ее видит бог я пытался хоть она и вправду сказала порой и не облегчала мне задачу вправду сказать я чувствую что она сама должна справиться тем что происходит с ней сейчас кроме того она сама говорит что ей больше не нужно а она мне нужна как пуля в голове что мне нужно это выпить кажется это все я все-таки я это все-таки заслужил ну так ты нальешь петель я уже говорил тебе тэд благотворительностью не занимаюсь кроме того меня зовут джейсон и почему ты постоянно зовешь меня томасом какой черт побери томас эй я просил тебе биографию пересказать налей и уже выпить будь оно проклято ты же знаешь вообще-то знаешь что ты заржавел ты нам здорово задолжал тэд и пора бы уже начинать платить дружище вот чертов кальмар кому ты первым делом позвонил когда решил что твоя жена гуляет ну да тебе но ты ж за это счет выставил и впрямь выставил времена тяжелые но я дал тебе скидку по категории друзья члены семьи нет вообще-то ты внес еще дополнительные накладные расходы которые ты якобы понес когда пилу здесь за мой счет и требовал отвозить тебя каждый вечер домой ты на что намекаешь как бы помягчивая разница я намекаю на то чтобы начать платить за твою выпивку медведь за свою а супруга как о знаешь она в порядке где бы она ни была ох шить и женщин да не говори налей ему джей за мой счет эй головастик а ты тут давно в тот самый начало а вообще рассказ ты вообще-то рассказал свою историю мне а потом посреди предложения переключился мы решили что это как-то странно поэтому пока ты говорил его и пришли к выводу что в этой истории с Эмбер беспокоит тебя куда больше чем сам готов ты беспокойся за девочку Тед больше чем любой другой ты говорил что рассказывал нам всю биографию хотя мы активно сколько раз отвлекался я налоги подсчитать успел Джей налоги почитать успел в общем ты уже обычно неразговорчив но только протрещал безумно целый час ох ну простите я не думал что стану для вас таким бременьем да ладно не сердись Тед тебе пока еще можно терпеть конечно дружище еще как можно да ладно негодяи ну и друзья из вас найди девочку Тед сейчас ей твоя нужна помощь больше всего нам всегда нужна твоя помощь как раз сейчас мужчина может показать кто он все твои усилия кажется напрасным если ты ставишь ее здесь честно говоря я никогда не думал что ты кидала а я думал достаточно на его долги посмотреть ладно ладно я тебя услышал бы ты проклят я принесу тебе денег к концу месяца еще как же только не слови пулю к этому времени я бы с тобой никогда так не поступил дружище найди ее Тед она дна ей напугана неважно что там произошло между двумя и готов последний доллар на то что она чтобы она на парнях был рядом поставить последний доллар да пожалуй зачем я вообще заняться общаться с деревянскими дурачками из того чтобы закончить расследование как я вообще ее мог бросить нужно найти ее ей нужна моя помощь головастик ты понял да да конечно запиши это на его счет тоже хе-хе-хе не время болтать не пора хе-хе-хе хе-хе не это крыло ваше так летят субтитры и такое ощущение что реально никто не тестил некоторые короткие приложения не то что вот опять же не успевал озвучить я их даже прочесть не успевал моментально на пол секунды и все хе-хе что здесь произошло в прошлом эпизоде они были преступно и недоиспользованы хе-хе хе-хе пожалуй прихочу их снова ну я им за это задам хе-хе хе-хе тех пор как я и видел поздний раз они не сдвинулись с места ну вообще-то это самое ты обещал тому растению да что позаботишься ты вот кину как и девочку весьма выдающаяся гаражная дверь я бы сказал что в жизни не видел ничего подобного я не знаю так что я не знаю что это похоже не как не знаю не знаю тыг тыг это может быть так обозначается я просто пытаюсь еще догнать либо смотрите стрелка наверх этом наверху было начинал я с нижней туда глаза стране слепых человек с полным банкрик глазных яблок был бы королем не факт локса не кажется новенькая давай заберем может быть пригодится видимо да смотрите справа влево это было вверх было на юго-запад она там что-то говорила на этот самый то есть юго-запад вверх вниз 8 получается правильно и 3 остается раз два три 4 5 ну да видимо я примерно догнал какая-то головоломка работает вопрос только в нужном ли это нужно было быть на порядке или потому что я прям как было написано пробовал на получилось или физики в рандом можно было или как он работает маленький буду струх пожалуй деливающие достаточно устал не разберешься что там нацарапано как поработить душу чую тут светит как минимум пулицер ураборос двуголовая змея одноголового втает собственный хвост а вторая нет не понимаю это какая-то неправильно ураборос можно подумать что без мерцающих изображений это место недостаточно мрачная смел злой что это за запах неужели так пахнут призраки а глаз стеклянный слайд ну вот уж тут буду шляпа в удалить может быть и смогу как посмотреть на кому заходится проводить время с набитой ватой животными верно я говорю может быть и него ты на вид может таким синтепоном хотя я так понял достаточно старый медведь поэтому жутковатые душу штуки какое точное описание стильная если бы на кости внимание не обращать какая непрозойденная чушь да но как видишь и но сработало там не за этого застрелить когда не смог ну и рожи этого вашего божества поговорим и приятеля не подскажешь чё твоя мать стирает паски воду ясно тихо тихо ну кого-то воду штуки да вы не любили буду штуки буду плакать zero рефлекс пикодиллический опыт так он книжку мы делали стул мы тоже делали стул вроде все фреска даже ни одной лампочки ну-ка ткни чем произойдет может его начали включить надо если я не совсем забыл курсы киномехаников это отверстие для слайда отойди тогда in а у отдел подходит посмотрим сработает ли нет так но можно подумать безмерзающие соображение ты мест недостаточно мрачные это окно но хост оттюхарит голова змея я понял ты мне на фли типа тут раздор у них случился треугольник и все такое это вообще не помогает кучни что сделать этот самый от балды просто при этом я могу в любое место пойти доступно классе классика наверняка я бы выдала потрясающий комментарий на этот счет так а что еще и еще могут морковный сок удачное предложение дружище там выпей красного случая а меч у тебя кстати его зачем-то забрал началось а ты ходит снег он из еринь от салфа а ты ходит снег он из еринь от салфа не нельзя на пойти вот таки на других мест мне не доступно только суда не может быть еще что-то где-то забыл а help is down need automatic updates every couple of days амин фэнтаря был он на ней тривиально не мучились с этим с раскладыванием просто взяли сломали к перенам держись дружище не падай духом еще вы к этой лампочки привязались я не пойму как бы ну поставил он тут горит и чё ты ты это было я просто не вижу никакой логики давай он ты это не запрятали из-за стола до последней надеюсь если петка шут тут их несколько или сказал бы что это не полная картина ну а ты ходит снег а ты ходит снег вот ничто как бы ну окей я нашел я поставил он посмотрел еще где-то есть а воде по логике там должен быть еще один тогда сейчас я поищу тогда конечно вот здесь вот надо спрятать из-за стола теперь надеюсь что-то стартуем как-то мы не очень пока что мне не особо нравится какой черт это же рассказ о нашем расследовании что происходит откуда тигрын света узнала где все основные события и все наши действия как этого слова способ и одна из этих непонятно ну и как бы что теперь у нас еще одно логово игры на казино по моему переводчики перевод читать перевод читали кажется убили этого чувака таки это не наш усатый друг а ты не спешил на работе завал даже не думал что когда-нибудь доживут этого дня я не думал еще и к эпохальное событие так значит казино западная лапа ну что ж тебе меньше забот будет верно на этот раз и забота раз и это раз забота просто прикрытие насыщие темные делишки всегда творили за кулисами кроме того может не беспокоиться и уверен что у короля спрятана достаточно он не пропадет не против если я начну расследование да пожалуйста парень ты же знаешь это что к чему без цвета без имена без проблем знаешь я могу не пред... о чем ты ну ты же знаешь что бывает если кто-то перейдет к королю дорогу казино было его хлебом с маслом он просто так не придет я с ним поболтал он прошлой ночью мне кажется он готов был смириться просто человек да в ужасные времена на столе выглядит знаю сам я хотел поговорить с тобой об этом ты что-то бумажем в городе дурно пахнет это не рыбный рынок ты тоже заметил да давай не будем в этом здесь вокруг могут быть чайки в чем? я ничего я уже само сходит как бы то ни было у меня здесь несколько ниточек и ночь была началась похоже у тебя есть план как бы то ни было мне нужно пообщаться с этим баре Брайаном? ага я так и сказал только вот эти клоуны у меня к нему не подпустят я уверен ты знаешь как действовать в таких ситуациях обычно да но когда рядом комиссар брошюрки может оказаться недостаточно башки не обращай внимания ну да потому что в прошлый раз брошюрка из интересовалась кажется пожарные на барбекю опрос ах и Брайан пожарные сейчас парня на не просто когда по городу сбегает этот поджигатель кажется пожарные на барбекю оптитали тоже было хм где-то поддалеку должно быть казино ага вот оно где тупые шавки хе-хе-хе легавые шавки прошу вас уходите сэр это место преступления о а я-то дум подумал что это несчастный случай чёрт бы тебя поддрабил Дадли парень официальный парень официальный ах да сэр прошу вас проходите произошел ужасный несчастный случай Ребята вы не против я немного попал дай вон с тем полицейским Брэдли Брайаном? я так и сказал никому не разрешается ладно не обращайте внимания я вижу люк здесь странно что он прошел расследовать несчастный случай комиссионер здесь за прессы но сми ему лучше разобраться самому со СМИ могу представить слушай а вы кто вообще? я? о я просто шел на работу и вдруг увидел что небо осветилось как будто у вас салют в честь праздника а че вы как говорится занимаетесь? в отпуска за других вы туда классно я беру клинтые деньги и еду в отпуск и посылаю ему кучу фотографий клиенты клянутся что будто сами вы туда ездят о как здорово это был бы у меня деньги я бы вам заплатил чтобы вы меня куда-нибудь скатали а теперь хотел чтобы кто-нибудь без меня слетал в Китай говорят там драконы есть у меня там драконов хе-хе-хе-хе так ладно давай другие хотя то же самое наверное будет я работаю старин, чтобы раскачать свою карьеру актер значит а где снимались? а вы знакомы с антезиско-кинематографом? а какое вообще бывает? я просто сделаю вид что этого не слышал дикарей хе-хе-хе еще один? вы словно стервятники эй эй ну хотя бы да вообще-то в этом случае я с тобой согласен хе-хе-хе так ну нет особо-то ничего нету марковного сока эй эй что ты думаешь что ты идешь? эх 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 ты меня не пустишь туда давай подумаем что можно сделать хе-х вот бон еще пролил свет на это дурацкое дело Сэм Балабул Мерфи главный охотник за сенсацией в бумажном городе и еще один тротольщий чувак, блин у тебя есть что-нибудь на этих двух идет? просто ничего хе 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 ну чтож это отличная возможность если я хоть немного злодейство дружище злодействий вообще кто да? в больнице бумажного города в самом деле моя жена тоже там работает вы ее знаете? как ее зовут? Мэри Мэри Робинс она медсестра конечно я зашлиная Мэри такая милая девушка всегда говорит про тебя, Боб тот счастливый парень что вы слышите я скажу? да она такая стойте Боб меня зовут Адли это он Боб что за чертовщина? он Боб что за хе ой прости она всегда говорила про свою школьную любовь и про то какой он был классный парень я просто подумал знаешь забудьте все что я говорил Мэри говорит что я классный? ладно чувак это ничего не значит ну в больнице может работать целая толпа Мэри Робинс которые замужем и считают своих школьных парней классными да пожалуй ты прав отрицай чувак справишься идиоты то какие у вас сейчас планы? сзади дворный город Китай говорят там эти драконы по-моему нужно обязательно съездить о нет вы в самом деле здесь туда? я вам так завидую что хочу вас убить да ладно шучу хотя вот что вы привезете мне немного фотографий? очень хочу на них посмотреть договорились дружи считаешь что дело сделано? отлично! ты такой добрый парень давай посмотрим что этот скайр хотя давайте ооо это что? идет к кому-то другому я могу пойти в бруно теперь этот бруно ушел и теперь все цветет да я слышал там здорово из заправки к печеному пляжу говорят это просто нечто девочки это же пляж ну то есть Сэм ничего не работает Сэм женатый просто конченый идиот вот тебе еще один одного откачника Мэри две недели назад ездила в Карпунвиль в одиночку ммм интрига закручивается в каком-то совпадении бы в те же выходные тоже ездил туда на семинар подозвонить в изумительный мир пузырей в общем я не азартный но если был бы таким я бы спасибо Сэм сейчас начнется хе-хе-хе да ты плохой чувак это сон ты ходили браки разрушать? что? о нет я просто уезжаю хотел попрощаться чужой отпуск собрались? да в Карпунвиль сейчас это тоже скажут ой я там был на выходных Мэри постоянно рассказывает мне об этом месте она говорит там две недели назад и привезла оттуда лучшие риски по ту сторону реки вот что я вам скажу да я знаю да я знаю еще прикинь боб там был боб был две недели назад тоже он был на семинаре про пузыри правда ведь боб про те самые пузыри ну да был так себе семинар честно говоря да мир то маленький парень просто терпит из последних стиль и скажет какого хрена да терпи терпи не бей о да сколько же можно в мэри роман с бобом идет то есть о полегче ты это прости сам но это уже ничего это уже нелепо боб это не это правда а чёрт да ладно тебе ты кому поверишь своему шоферу или какому-то юристу актеру я так и знал я серьёзно в этом сомневаюсь ты всегда мне завидовал ты просто не мог допустить чтобы она была моей да взял тебя не спеши меня кроме того она говорила мне что вышло за тебя из-за денег из-за денег ах ты пёси сукин сын да лучшие парни бумажные в городе дамы и господа ну чё и сильно сукин сын это да нечастный случай нечастный случай ээээ ну да слушай я здесь кто-нибудь был когда произошел тот нечастный случай в кавычках я переживаю за мисс Эшвард тоже о мне переживаю ты меня не дерзи начальник я спрашивал был тут кто-нибудь только мистер король и несколько его помощников но они все успели выбраться кажется какой-то момент мистер король прервал вечер и всех вывел как будто он этого ожидал странно мисс Эшвард ну ты помню понимаешь да счастье в это время мисс мисс здесь не было и знаешь где она говорила что она в порту бумажного города брала такси на остров мистера короля порт что она задумал я точно не знаю мистер нигде это но мне кажется мисс Эшвард преследует мистера короля и его помощников проклятие она все еще идет Тигрен Джонс это добро мне кончится я вам кое-что скажу мистер медведь я не должен делиться с вами этой информацией но сегодня в особняке мистера короля будет нечто серьезное и будет лучше если вы прибудете туда прежде чем прежде чем чего комиссар планирует эй что там происходит Брайан сынок иди кого успокой этих идиотов это не то место чтобы валять дурака будет дело на сэр простите мистер медведь мне пора подожди торопыга на чем ты тэд что ты тут делаешь здесь ведется официальное расследование ты же знаешь правила не беспокойся за меня сержант я просто мимо проходил когда же ты направляешься я собираюсь в Кокомо Кокомо? да собираюсь добраться сюда поскорее чтобы потом спешить не пришлось хватит придуривается тэд это может плохо сказаться на твоем здоровье если бы мне давали 10 центов ты бы их пропил проходи здесь нечего смотреть я не пойму это официальное указание или тебе говорили лично не прежде рекомендую тебе двигаться отсюда если не хочешь провести ночь в каталажке прибегаем к угрожам да Dennis тебе все ясно увидимся сержант передавай свои с при передавай привет супр эх сейчас вставочка там будет эм мистер тактист Мне подождите? Ну, не выключайте счетчик и так далее. Что ты ты бормочешь, малявка? Я здесь не когнито. Ну, в смысле, из тайной миссии. Понимаете? Но тут вокруг кого никого нет? А, точно. Ну, все равно. В общем, я буду здесь. Мне все равно, где напиваться. Не стоит так подходить к этому вопросу. Вы просто обстановки очень важны для создания атмосферы или, так сказать, заложения фундамента. Обстановка, в свою очередь, позволит создать более подходящий для расслабления настроения или, фигурально выражаясь, первый этаж. И после выполнениях требований приходится переть с верхнего яруса крыши, где расслабление помогает всасыванию и усвоению алкоголя. Поэтому, вид, и вовсе не все равно. Ты сейчас больше слов сказал, чем моя жена за 40 лет брака. Какой ты счастливчик. Я сочетаю это комплиментом. Что это? Что это? Кажется, я что-то слышал. Ты уверена, что это была не ты? Уверена. Я верю, я ничего не услышал. Но кажется, оглушен, как будто бы звуковой волной. Понятно. Ну ладно, увидимся. Ага. На этом мы сегодня закончим. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Игорь Негода. Отпишись на канал. Отпишись на канал. Отпишись на канал. Отпишись на канал. Отпишись на канал.